Здравствуйте! Вы смотрите Новосибирские новости в студии Анна Кондратенко и в начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горожане взволнованы слухами о повышении стоимости хлеба. Причинами называют рост мировых цен на пшеницу и негативный прогноз на будущее урожая в связи с малоснежной зимой. Действительно ли это скажется на цене буханки хлеба, выяснял Вячеслав Горчаков. Первыми подорожание хлеба ощутили жители Приморья. Там самые ходовые сорта поднялись в цене от 1 до 3 рублей. Причина в увеличении себестоимости продукции, объяснили местные производители. Теперь переписывать ценники на главный товар народного потребления готовится и в других регионах. Стандартная буханка хлеба весом 700 граммов. Для того, чтобы ее испечь, потребуется переработать примерно 613 граммов пшеницы, из которой мы получаем примерно 460 граммов муки. Но, как ни странно, конечная цена булки хлеба больше зависит вовсе не от стоимости сырья. Все потому, что у хлебопеков свои законы арифметики, говорят мукомолы. Удельное содержание по стоимости муки в хлебе, оно не так велико. Гораздо больше стоит электричество, гораздо больше стоит труд, гораздо больше стоят сопутствующие расходы. За последние годы цена так называемой помольной партии пшеницы варьировалась от 3 до 7,5 тысяч рублей за тонну. Здесь, как на американских горках, резкий рост стоимости сырья уже в следующем году может смениться столь же резким падением. В 2010 год стоимость упала, самый провальный год был по пшенице, она упала. До 3 рублей за тонну хлеба подешевел, хоть на копейку, ни на копейку не подешевел. Другими словами, цена батона в магазине только растет. Чтобы не допустить обоснованного скачка цен в следующем сезоне, власти поддерживают сельхозпроизводители. С 12 марта хозяйство региона начали получать льготное топливо со скидкой 30% от рыночной стоимости. Это позволит аграриям сэкономить на затратах полмиллиарда рублей. Понятно, что когда издержки снижаются, то выручка от реализации продукции, она значительно выше, чем когда высокие издержки. Поэтому на экономику подобное решение правительства и подобная господдержка, которая происходит сегодня в Новосибирской области, это действительно настоящая поддержка сельхозпроизводителей. Но гарантии того, что пекари не поднимут цену, сегодня не может дать никто. Хозяева новосибирских пекарен и хлебзаводов пока держат паузу. И озвучить свой прогноз не согласился ни один из них. Вячеслав Горчаков, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. Жители Академгородка вышли сегодня на пикет. У здания Президиума Сибирского отделения Академии наук они развернули плакаты в защиту леса. Активисты протестуют против санитарных вырубок деревьев. В конфликте разбирался наш корреспондент Алексей Фазлеев. Звуки работающих бензопил составили экологов-активистов вновь выйти на пикет. У здания Президиума они дежурят уже второй день. Возникает ощущение, что предложения жителей, которые идут в разрез с видением Президиума Саран, они отметаются на корню и никоим образом не учитываются. Что, конечно, нельзя назвать нормальным. Активисты добиваются признания Академгородка объектом культурного наследия и присвоения лесу статуса особо охраняемой природной территории, чтобы следовать идеям, заложенным еще академиком Лаврентьевым. Сохранить то, что есть, а найти решение, которое не затронет лесные массивы. Вот и все. Подписей в защиту леса в бланке не так много, но активисты уверяют, собрали больше 30 тысяч. Мне бы хотелось, чтобы мы сохранили зеленые парки, потому что вот глядя на сам город Новосибирск, это одна серость, мало очень парков. Тем временем сотрудники лесхоза спиливают засохшие и больные сосны и березы. Экологи-активисты протестуют против уничтожения леса в Академгородке настолько давно, что здесь даже рубки ухода не проводились. А без этого лес не может нормально развиваться, и деревья погибают буквально на корню. Вот, пожалуйста, сухостой, вот валешь, вот на освободившихся площадях начинает доминировать клен. Владимир Роговцев тоже за сохранение леса. По идейным и профессиональным соображениям, главный лесничий сибирского отделения объясняет, под кленами уже ничего не вырастет, если их не вырубить. Густые посадки сосняка тоже нужно прореживать. А почему, собственно говоря, нельзя? Мы что, должны подождать, пока вот это все рухнет, свалится, затянет кленом, потом кто-то скажет, а это малоценное в хозяйственном отношении порода, и здесь надо срочно все вырубить и поставить вот такие же свечки домой. Работники лесничества теперь опасаются столкновений с защитниками леса, как это было уже не раз. Алексей Фазлеев, Максим Федосеев, Новосибирские новости. Вот в чем. Во-первых, огораживать там, где есть опасность для прохождения, и во-вторых, убирать эти сосульки. То есть это, конечно, не такая масштабная работа, как сброс снега, но тем не менее, вот это задача номер один, чтобы ни в коем случае, мы не допускаем даже мысли, чтобы кто-то был травмирован. Новосибирск на два дня стал главной площадкой для обсуждения вопросов социальной политики. Своим опытом делятся эксперты ассоциаций сибирских и дальневосточных городов. На темпы развития экономики нашего города многие участники конференции ориентируются. И не случайно рейтинговые агентства традиционно включают Новосибирск в десятку городов, благоприятных для ведения бизнеса и проживания. Образование, здравоохранение, поддержка горожан – социальный вопрос главный на повестке дня АСДГ. Для специалистов почти из 70 сибирских и дальневосточных городов тема актуальная. Так, новосибирский бюджет всегда был социально ориентированным. Около десятка долгосрочных программ направлены на строительство детских домов, ремонт школ и больниц. Нам кажется, что такое долгосрочное планирование, дополненное на коротких дистанциях временными целевыми программами, где деньги направляются в конкретную точку, это правильный подход к развитию социальной сферы. Программы, подчеркиваю, шли плюсом к текущему бюджетному финансированию отрасли. Как проводится социальная политика в Новосибирске, будут не только рассказывать, но и показывать. Планируется ознакомить делегатов с работой детского астрофизического центра и уникального футбольного манежа. К нему интерес особый. В следующем году в Новосибирске пройдут детские олимпийские игры. Именно в Новосибирске очень хорошо поставлены вопросы, связанные с массовой физкультурой и спортом. Мы сегодня прекрасно понимаем, что вопросы молодежи, в частности, молодежь наша, она подвержена, довольно сильно подвержена определенным, нехорошим, багубным привычкам. Я так полагаю, что именно в массовом спорте, в увлечении массовый спорт, наверное, все-таки, это наша спасение. Мэр Новосибирска отметил, в таком вопросе, как социальная политика, важен опыт каждого участника конференции. Ведь работа муниципалитетов направлена прежде всего на то, чтобы не оставить без внимания любую проблему горожан. Я думаю, это принципиально важно, потому что именно через эффективность работы в социальной сфере жители любого большого города, малого города, сельского поселения, они дают оценку, не складывается внутренняя оценка, внутренняя оценка эффективности работы муниципальной власти. Потому что именно в социальной сфере мы выполняем нашу полномочие, показания муниципальных услуг для населения. По итогам двухдневной конференции сформированные предложения от участников Ассоциации сибирских и дальневосточных городов направят в Москву. Марина Аверина, Олег Ролевец, Новосибирские новости. Работа над проектами Народного штаба будет продолжена. Идеи, как изменить жизнь к лучшему, высказывали и представляли неравнодушные люди, представители общественных организаций и активисты. Многие задумки удалось воплотить. Очередь за оставшимися. Мы получили очень большой импульс и энергетическую такую зарядку. И я согласна с моими коллегами, что очень многое будет зависеть от нас. Потому что наши местные проблемы нам решать вместе сообща. Власть, общественные организации и население нашей Новосибирской области. За пропаганду гомосексуализма собираются штрафовать. Депутаты законодательного собрания Новосибирской области выступили с инициативой принять региональный закон, который бы запрещал пропагандировать однополые отношения. Максимальный штраф, который предлагают вести авторы документа, достигает полумиллиона рублей. В свою очередь, представители секс-меньшинств уже планируют акции протеста. Мнение сторон в нашем сюжете. Депутаты говорят, идем навстречу обеспокоенной общественности. Под петицией с требованием остановить адептов однополых отношений, посягающих на традиционные семейные ценности, подписалось 5000 неравнодушных граждан. Понятно желание гомосексуалистов создать себе рекламу, потому что их ряды тают от СПИДа, от наркомании. А поскольку своих детей у них нет, им нужны наши дети. Но мы против этого. Озабоченные такой перспективой, народные избранники предлагают карать пропагандистов однополой любви рублем. Для чего внести поправки в административный кодекс. Планируют штрафовать физических лиц на 5000 рублей, а юрлиц сразу на полмиллиона. Каждого права, кто каким пороком поражен, это его право. Но никто не дал права пропагандировать и афишировать те пороки, которые существуют в обществе. Правда, где заканчивается частная жизнь и начинается агитация, депутаты пока не разобрались. Как провести грань между дружеским объятием и гей-парадом – загадка. В 1988 году в Великобритании подобные законопроекты даже были приняты, но потом с позором отменены. И, собственно, то, что мы видим сейчас, это лишь показатель развития российского общества. То, что мы сейчас проходим тот путь, который прошли другие страны 20-30 лет назад. Депутаты регионального ЗАГС-собрания планируют выйти со своей инициативой в Госдуму и одновременно разработать аналогичный областной закон. Представители стекс-меньшин, в свою очередь, готовят уличные акции протеста под разноцветными флагами борьбы за права человека. Артем Шершнев, Мария Черешнева и Олег Королевец. Новосибирские новости. Подать заявление в ЗАГС на оформление субсидий или встать на учет в Центре занятости вскоре можно будет через интернет. С сегодняшнего дня в Новосибирске заработал единый портал государственных услуг. Сейчас их порядка сотни и в ближайшее время появятся новые. Как это работает, проверила Елена Отмахова. В октябрьском отделе пособия компенсации люди выстраиваются в очередь с утра. Особенно много заявлений на получение субсидий по оплате коммунальных услуг. Не знаю, я не засекаю. Я как заняла очередь, пошла там по делам, сходила, пришла. Как-то приходится выходить из положения. Вскоре ходить по кабинетам не придется вовсе. Сегодня заработал единый портал государственных и муниципальных услуг. Пока их 90. И 67 – это только оформление социальной помощи. С электронной заявки будут обрабатывать практически в режиме онлайн. А их бывает единовременно до 500 тысяч по всей области. Есть специалист, который закреплен за этим участком работы. Соответственно, у него изменения внесены и в его должностной регламент. Определена периодичность, когда он должен выходить на портал, смотреть, реагировать, проверять все это. То есть система контроля здесь поставлена у нас четко. Особое внимание обратили на защиту персональных данных. Поэтому необходим регистрации на портале. После пользователю приходит заказное письмо с секретным кодом. Если вы получили ключ от личного кабинета, выстаивать очереди не надо. Достаточно оформить заявку в электронном виде среди услуг от доступа к архивным материалам до регистрации брака. В ближайшее время вам придет ответ с датой и временем приема у специалиста. Чтобы весь процесс перекочевал виртуальное пространство, еще предстоит наладить систему безопасности. Пока же по интернету только записывают на прием. Все документы заявитель приносит на проверку специалисту. Но даже люди преклонного возраста готовы освоить интернет. Конечно, это очень удобно. Вот в больнице так сделали. Очень удобно. Приезжаешь уже, знаешь, ко времени. В проекте задействованы специалисты Министерств социального развития, культуры и труда, а также Управление ЗАГСов. Эксперты полагают, что особой популярностью будет пользоваться услуга регистрации детей. А в апреле подключат еще 20 услуг. Таких, как лицензирование в сфере образования и здравоохранения. Однако в полной мере электронный документооборот заработает только в следующем году. С 1 января 2013 года с заявлением по практически 99,9 в периоде, так сказать, можно будет подавать по этим услугам. Сейчас существуют проблемы, скажем, конечного этапа того счастья, когда человек, не вставая с дивана, будет любую услугу получать. Эти проблемы имеют характер, во-первых, юридический. Следующий шаг – обратная связь. Предполагается, что консультировать, какие документы необходимо принести еще, специалисты тоже будут дистанционно. Однако, чтобы внедрить систему, нужно как минимум года три, говорят эксперты. Елена Атмахова, Олег Макаров. Новосибирские новости. Новосибирцы стали требовательнее к врачам. Количество обращений в страховые компании с просьбой проверить качество оказанных медицинских услуг выросло в несколько раз. Медики парируют проблема не в снижении качества самих услуг, а в том, что пациенты стали лучше разбираться в вопросах обязательного медицинского страхования. Новое законодательство значительно расширило права граждан в выборе врачей и поликлиник, а новые подходы к оказанию медицинской помощи привлекли в систему обязательного страхования частные больницы. Если в прошлом году таких учреждений в Новосибирске было только два, то сегодня более десяти. Муниципальные и государственные учреждения начинают понимать, что они не одни в этом поле и их могут потеснить. Поэтому им стоит позаботиться о необходимом качестве и доступности медицинской помощи для своих пациентов. Сдать в утиль вредные для здоровья окружающей среды лампы, батарейки и термометры станет проще. В Новосибирске появились пять так называемых «экомобилей». Специальные машины предназначены для сбора ртуть, содержащих отходов у жителей города. Обычные контейнеры их выбрасывать нельзя. Единой сети по приему опасного мусора в стране не созданы. И, по мнению экологов, передвижные пункты – хорошая альтернатива. Экомобили уже работали в городе в качестве эксперимента в декабре. Планируется, что к 2014 году по всей области создадут сеть из 16 мобильных пунктов. Для горожан проведут расширенные продовольственные ярмарки. Продукты по ценам производителей можно будет купить завтра и в субботу в парке «Березовая роща», в микрорайоне Клюквины в Калининском районе и возле Октябрьского рынка. Расширенные продажи товаров будут открыты с 10 утра до 4 дня. К событиям культуры в Сибирском центре современного искусства открылась выставка художника Сурикова. Но невзятия Сибири-Ермакомни и перехода Суворова через Альпы там нет. Свои абстрактные картины представляет художник из Красноярска Александр Суриков. Известный своими полотнами в стиле примитивизма, на этот раз живописец обратился к жанру реалистического городского пейзажа. Что из этого получилось, увидел Станислав Якушевич. К традиционному вопросу журналистов, не родственник ли он великого живописца, Александр Суриков уже привык. Знаменитая фамилия, отмечает, не тяготила никогда. Наоборот, обеспечивала на первых порах внимание и публики, и критиков. Затем, когда Александр увлекся абстракцией, он переписал несколько полотен знаменитого однофамильца, используя приемы наивного искусства. Вычленил самые основные, как бы, вот семь картин. Боярни Мороза, «Утрости детской казни». И вот сделал такие ремейки, как бы, с современным языком. Потому что там полуабстракции такие. В Новосибирск художник, известный как мастер бук-арта и живописного примитивизма, привез работы, выполненные по его словам в сугубо реалистической манере. Никакой фантазии, отмечает художник, только голая реальность. Спальные районы, типовые кварталы. Несколько месяцев художник ходил с фотоаппаратом по стройплощадкам, искал интересные ракурсы. Оригинальная фактура потребовала и необычных красок. Чтобы придать своим полотнам особый строительный оттенок, художник пошел на смелый эксперимент. Акриловые краски он смешивает с песком, цементом, другими строительными материалами. И уже полученной смесью пишет свои многоэтажки. Серия «Новый город», подчеркивает художник, это ироничный привет и Малевичу, чей черный квадрат как бы растворился в череде темных окон, и конструктивизму Ле Корбюзье с его абсолютом геометрией. Чтобы увидеть в блочной архитектуре не скуку, а абстрактную красоту, усилий не потребовалось. Нужно было лишь перенести строительный пейзаж на холст с фотографической точностью. Как будто бы рисовал с натуры, ну, как настоящий живописец, такой классического стиля, а получилось-то произведение-то геометрическое, абстрактное. Нефигуративность, плоскость, монотонность встречают нас повсеместно. Мы уже давно, отмечает художник, живем в мире, лишенных смысла абстракций. Следы этого можно увидеть и на боковых фасадах панельных домов, и в силуэтах ночного города, и в многочисленных примерах масс-медиа. Станислав Якушевич, Олег Макаров, Новосибирские новости. И это все новости на сегодня о волнующих вас событиях. Сообщайте по телефону редакции. Также самая свежая информация на радио «Городская волна» на частоте 101,4 FM и на сайте «Новосибирские новости». А я с вами прощаюсь до завтра и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин